Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о подарках в Турции. Немного в общем и в частности о подарках для детей в Турции. Для новорожденных, для всяких праздников, дней рождения и всего-всего такого. В принципе, о подарках я считаю, что... Ой, в подарке дело такое. Это индивидуально в семье, как воспитывается, что ребенок-человек видит. Некоторые турки дарят подарки, некоторые не отмечают дни рождения. Подарки на дни рождения тоже не дарят, либо дарят пачку носков, трусов и всякое такое. То есть особо не без подарков остаются. Есть кто на Новый год, встречают Новый год вместе, но подарков друг другу не дарят. Но также я встречала очень такие семьи, где наоборот очень любят дарить подарки. И они турки, не какие-то не европейские люди. То есть это, мне кажется, от культуры, как в семье это заложено, потому что, послушав девчонок наших, очень часто говорят о том, что подарки не дарят, либо подарки не умеют дарить, дарят всякую фигню. Ну да, есть такие люди здесь, их очень немало, много, которые дарят всякую ерунду чисто вот, чтобы подарить. Это чувствуется, это видится, но также есть люди, которые очень тонко подходят к подаркам и стараются, чтобы подарок их понравился. Например, когда происходят роды, либо когда праздник типа какие-то, ну как 40 дней ребенку, или первый зубик, либо это при пати, baby shower какой-нибудь, тоже такое, кстати, есть. Ну, таким, кто-то делает, кто-то нет, да, вечеринка до уродов. Либо на свадьбах турецких, да. Не все это делают, но очень у многих принято гостю тоже дарить, особенно после свадьбы, либо еще обряд обрезания, когда отмечается. Для гостей, которые приходят на свадьбу, на такие мероприятия, на обрезание, на празднование там дня рождений детских или еще что-то, короче говоря, для гостей тоже предусматриваются подарки. И казалось бы, кто говорит о том, что турки плохо дарят подарки, не умеют дарить всякую фигню, у них в плане дарения, отдавания с этим очень легко. И вот, если вы пришли, ну, например, на роды, там всякие разные варианты есть. Какой-то маленький гостинчик на память о свадьбе, или даже ночь хны, когда перед свадьбой у девушки, помолвки, всякие такие дела праздничные. Принято заказывать какие-то, если это как-то пастаная пекарня, где тортики делают, какие-то печеньки с надписями по поводу празднования. У детей сейчас на дне рождениях, либо на родах, когда ты пришел поздравлять в больницу, стоит накрытый стол для чаепития, угостить гостей. Там всегда еще стоят такие бутоньерки какие-то с цветочками, мини-подарочки, что-то завернутое, может быть, даже золото для гостей быть. Но это у кого-то средства на это располагают. Либо вот эти печенюшки с надписью, обычно именем ребенка, дата родов, там она голубого, либо розового цвета, очень популярные. Либо там в виде аиста, типа ребеночек в корзинке, вот такого рода. Печеньки всякие делаются на свадьбу, тоже печенье такое стряпается. Это заказывается в кондитерских, которые этим занимаются изготовлением вообще без проблем. Потом это бывают бутоньерки какие-то, цветочки, какие-то магниты, кстати. Магниты на холодильник, магниты изготавливают тоже по случаю мероприятия, на свадьбе, в виде с лицом жениха невесты. Ой, всего-всего, ну какая-то маленькая мелочь, которая уместится у вас в ладошки. Такого варианта, да, то есть такого размера и формата. Это тоже маленькие подарочки, которые как знак внимания идут пришедшим людям. Мне это очень нравится и на всяких наших мероприятиях. Я стараюсь тоже так делать. И плюс еще у нас есть такая традиция, может быть, напишите в комментариях, надо или нет. Я, наверное, ну без лиц людей, естественно. Я думаю записать в ближайшее время видео. У меня будет, как это назвать, званый ужин, знаете, телешоу, шучу. У меня будет, у нас завтраки приняты в семье. Мы каждые две недели, через неделю получается, мы идем на завтрак к какому-то члену нашей семьи. Кто-то у себя принимает. Ну это таком сжатый круг, наши самые близкие родственники. И вот у меня тоже будет прием, скоро, в ближайшем будущем. Я вот думаю заснять видео, и на турецком ютюбе это очень популярно, видео завтраки. Типа варианты, как я накрываю турецкий именно завтрак, сервировка, что я готовлю, какие продукты использую. Ну и потом, когда все это, все это кушают, собственно, показывается. И вот когда у меня будет завтрак, например, я тоже хочу продумать какие-то подарочки маленькие тем, кто придет на завтрак, подарить. Ну это будут женщины, я имею ввиду хозяйки, кто тоже будет накрывать стол в следующий раз. Кому мы пойдем, думаю, какие-нибудь презентики купить, какие-то миленькие штучки. По сути, казалось бы, люди просто придут на завтрак воскресный, семейный, причем не просто какой-то званый там. А я хочу все равно какой-то маленький презент на память должна, ну мне хочется, должна это для себя, должна сделать. Вот такое отношение здесь к подаркам. Что касаемо детей. Да, здесь дарят народы детям, либо подарки, одежду, как правило, либо золото, прикрепляют монетки на ребенка одежду, на покрывальце, на одеяло, там еще куда-то на подушку, которая рядом может быть. Не факт, что ребенок, в смысле, я не думаю, что дети тут новорожденные на подушках лежат. Я имею в виду, рядом иногда ставят на подушечку для золота, браслетики золотые, девочкам бывают украшения, сережки на будущее дарят, монетки в основном золотые дарят, золото какое-то, да. Плюс дарят одежду, так же, как и в России, когда дни рождения, мероприятия, тоже дарят обычной одежду какую-то. Те, кто постарше, у кого есть детки, дарят игрушки, как и у нас, в принципе, в России. Но я считаю, что детям надо дарить игрушки, то именно, что ребенок хочет, а не одежду и не книжки, которые, может быть, нужны и интересны его родителям, а не ему. Ну, такой подарок как бы не зацепит особо внимания. Подарки здесь вот на праздники, всякие дни рождения детям именно дарят, да. Плюс еще, в Турции очень влюбят детей, и очень часто в каких-то магазинах, в ресторанах, даже у нас есть ресторан, куда мы очень часто ходим кушать с мужем, и у нас всегда нашей дочери дарят резиночки, набор резинок для волос, каких-то заколочек, невидимок, в плане таких красивых, там, всякими стразиками, сердечками, девчачьи, короче говоря, да. Мальчикам не знаю, что дарят, наверное, какие-то машинки маленькие, но есть маленький презент, казалось бы, ресторан, мы заплатили за ужин, потратили деньги, нам подарили маленький презентик. Вы не представляете, насколько это приятно, плюс девочка всегда длинные волосы, надо делать косички, хвостики, все дела, прически, она вообще на это дело меня обожает. О, нам подарили красоту, круто, то есть у ребенка счастье, он уже в следующий раз таким удовольствием идет в ресторан, что просто в магазинах очень часто, ну, не очень часто, окей, это зависит от настроения продавца, от магазина, от их политики, и дорогой магазин или нет, но очень часто в такой среднеценовой политике в магазинах, подороже, детям на кассе что-то могут подарить, именно турецкий, когда такой магазин, не там, Zara какой-то, H&M, я не знаю, все проще, нет, там, чисто сухоработа, я имею в виду, когда сам владелец какого-то магазина на кассе, что-то такое душевное, поближе к народу, бывает на кассе что-нибудь там или ребенку понравилось, если ты не хочешь покупать, пробивать, пачка носков или еще что-то, у меня знакомый как-то носки подарил, продается, а, подарок вам просто продается в магазине, вот вам носочки в подарок ребенку. Такая мелочь, казалось бы, очень приятно, то есть турки, я считаю, что подарки дарить умеют, дарят, но это зависит от семьи, в которую вы попали, насколько это в семье принято, вот, например, наши даже родственники близкие не дарят друг другу на Новый год подарки, то есть у меня нет такой задачи подарить там кузенам, кузинам нашим, с кем мы прям, ну, мы хорошо общаемся близко, но такой за на кузины, на Новый год подарки, позвони, просто скажи с Новым годом, поздравь нам с Днём рождения, ну, просто Новый год на носу, как бы я к этой теме, да, веду, этого достаточно тоже как подарок, мы не дарим, но в кругу нашей, именно семьи нашим мужем, мы друг другу подарки, естественно, на Новый год дарим, но мы выбираем так подарки, мы знаем, в принципе, что кому нужно, мы заранее спрашиваем, я не люблю, когда муж дарит мне подарки без предупреждений, как правило, просто он не умеет выбирать то, чтобы мне, извините, уж скажу правду, понравится, да, то есть он выбирает на свой вкус, вкус у нас разный, поэтому мы уже пришли к такой, спустя пробы и ошибки, к тому, что надо спросить заранее, что ты хочешь, ты просто называешь несколько вещей, и человек уже выбирает, что конкретно тебе он готов купить, да, так это очень удобно, приятно, и ты в любом случае, получается, что не до конца знаешь, что тебе подарят, и так что я считаю, что турки умеют дарить подарки, это зависит, я повторяюсь, от семьи, в которую вы попали, детям подарки дарят, детям подарки дарят очень хорошие, активные, когда приходят на дни рождения детские особенно, это одежда, либо какие-то игрушки, книжки, раскраски, но стоимость подарка на детский день рождения зависит от достатка, скажем так, семьи, кто-то что-то дорогое подарит, что-то, что-то дешевое, это от уже, ну, социально-культура людей зависит, но подарки детям дарить очень любят, и просто даже чужие какие-то люди тоже любят дарить подарки. Еще хочу отметить, что очень часто всякие родственники, дальние особенно родственники, которые не особо, может быть, в каком-то с вами контакте с ребенком, когда дарят подарки детям на рождение, до первого года какую-то одежду, очень часто люди не задумываются в детских подарках одежду, которую они дарят по возрасту, то есть зимний ребенок ему подарили какой-то там, не знаю, летний боди, когда придет лето, он уже из него вырастет, да, или какую-то ерунду вообще несут, разную, что бы ты сам непрактично, какие-то непрактичные подарки очень любят дарить детям, какую-то одежду, может быть, которая где-то, наверное, когда-то лежала, им дарили, они перед... Очень часто подарки передаривают здесь, это не секрет, очень часто, если ты свекровью подаришь, она оставит из уважения, скажем так, он будет лежать, этот подарок пылиться в шкафу, чтобы человека не обидеть, или там задаст вопрос, да, у меня твой подарок есть, да, просто я там, не знаю, сегодня не повесила там на стену, там, эту картинку красивую, да, ой, да для нее сейчас место нет, я потом буду менять дизайн у себя дома, я ее повешу. Если человека любят, уважают, естественно, подарок оставят и придержат, но я не скажу, что прям не любят, не уважают, но очень часто, моя свекровь, по крайней мере, так часто делает, и очень многие так делают, для этого вообще не новость, не только моя свекровь так поступает, подарки каких-то ее подружек, там, знакомых, в плане таких, не прям близких, близких, важных людей, очень часто они друг другу с подружками подарки передаривают, это вообще у них не считается зазорным, у них это нормально, и очень круто, когда подарок, очень приятно, когда тебе с подарком угадывают, но очень много людей, которые в Турции дарят подарки на так, на отвалить, типа, знаете, ну подарил и все, то есть, когда покупают детям одежду, они не думают, когда они что-то будут носить по возрасту, по размерам, ребенка не интересуются этим, даже у родителей заранее, так, чисто для отмазки. Итак, личные какие-то подарки тоже бывают, какие-то презенты, я очень ценю, у меня в кругу есть несколько человек, по пальцам, честно говоря, перечесть, которые вот так вот умеют дарить подарки, которые заранее продумывают, пусть это будет маленький, скромный подарок, но он будет сделан от души и в точку, когда человек знает, что мне это нужно, или когда человек это сделал так, что это вроде бы ненужная вещь какая-то, да, но это, у меня, например, есть магнитик на холодильнике, в которой можно ставить фотографию, сделанной своими руками, раскрашенной из гипса, слепленной одной женщиной, которая этим увлекается, это ее хобби, надо так аккуратно сделано, так красиво, как вот ты вкупишь в магазине, например, у меня рука бы не поднялась это передарить кому-то, или там выкинуть, не воспользоваться, я этим подарочком, ерунда маленький, ничего особенного, с теплом и видно, с любовью это сделано, приятно пользоваться, он не висит на холодильнике, на кухне, я очень рада этому подарку, казалось бы, такая ерунда, но нет, или у меня есть, например, подарки на мой день рождения, у меня был день рождения в ресторане, мы отмечали банкет, заказывали, все дела, и мне были бы люди, которые дарили подарки, одежду, хотя, казалось бы, если вы меня не очень хорошо знаете, мой размер, либо мои вкусы, в основном дело не в размере, а в вкусах, зачем вы дарите именно такие подарки, как парфюмерию или одежду, очень много было подарков, которые мне не подошли, не понравились, или я такое носить не буду, и как бы ощущений таких не осталось, понимаете, какого-то чего-то приятного, когда вот этот, вы как видели, я рассказывала про несчастный маленький магнитик, с какой любовью, приятно, как человек с любовью это делал, я с любовью это восприняла, и когда тебе дарят, вроде бы, и твой день рождения, и ты вроде бы там, вечеринка, тусовка, подарок, как бы, чисто подарить, ну, как бы, да, ну, как говорится, Дарьяна Муконезуба не смотрит, и на этом спасибо, но вот такая ситуация в Турции, в плане подарков, что вы думаете по этому поводу, как нужно дарить подарки, маленький, но цепкий, красивый, от души, или вам любое внимание, в принципе, приятно, что даже если вам это не понравится, не подошло, ну, и ладно, и на том спасибо, как вы по поводу подарков, какая-то ситуация у вас, как у вас в семье турецкой, например, в плане подарков и дарения, очень интересно, буду ждать ваши комментарии, всем спасибо, всем пока.